Юрий Зайцев предложил организовать ежемесячные дни здоровья в сельских населенных пунктах. Проработать вопрос руководитель республики поручил специалистам профильного ведомства. Дело в том, что в социальных сетях жители сетуют на сложности, связанные с медицинской помощью на селе. Особенно это касается консультаций узких специалистов. Об этом в понедельник Юрий Зайцеву доложил руководитель Центра управления регионом Виктор Трифонов. Об этой и других темах оперативного совещания правительства далее в материале моих коллег. Согласно докладу руководителя регионального ЦУРа, за прошедшую неделю в систему инцидент-менеджмент поступило порядка 570 сообщений. Чаще всего жители республики обсуждают ремонт улиц, качество дорог в частном секторе, благоустройство территории и социальное обслуживание. А сельских жителей особенно волнует вопрос доступности медицинской помощи на местах. Хотел бы обозначить еще один вопрос. Категория обращений, которая на несколько месяцев вызывает озабоченность, это то, что в социальных сетях граждане активно обсуждают тему о большей доступности медицинских услуг, особенно узких специалистов в городах, нежели в районах. Юрий Зайцев включился в проблему, подчеркнув, что важно найти решение и сделать медпомощь доступной для всех жителей республики. Будь то город или удаленный населенный пункт. Я предлагаю в раз в какой-то период времени делать, ну как угодно можно назвать, там, дни здоровья. Здесь мы отдельно обсудим о Минздраве, как это правильнее сделать. Люди жалуются, они жалуются абсолютно правомерно. Не остались без внимания руководители республики и обращения граждан по поводу работы общественного транспорта. Юрий Зайцев отметил, что подобного рода сообщения приходят также на его телеграм-канал и попросил мэра Йошкар-Алы во время проведения массовых мероприятий предусматривать этот вопрос заранее. Был, когда праздник, троллейбус, автобус, что-то там по часу ждали. То есть, если мы людям предлагаем выйти отпраздновать, то надо все-таки их и привезти, и отвезти, а не создавать им дискомфорт. Прошу вас эти моменты тоже отрабатывать. Культурных мероприятий на это лето запланировано еще немало. Вскоре Йошкар-Ала встретит артистов Республики Беларусь. Гастрольный тур ведущих творческих коллективов союзного государства состоится в рамках открытия Дней культуры Беларуси в России. На сцене Мариинского государственного академического театра оперы-балета имени Рикасапаева 17 августа 2022 года выступит Национальный академический народный хор имени Цветовича, государственный академический ансамбль танца Беларуси, государственный ансамбль песниры и ансамбль сябры. Среди других значимых событий министр культуры Константин Иванов назвал Всероссийский фестиваль-конкурс Национальный костюм народов России, а также фольклорно-этнографический фестиваль-форум «Земля предков», который пройдет в Мариел 13 августа. На открытой площадке туристического комплекса «Раздолье» деревня Алешкина в пятый раз будет дана опера «Акпатер» – первая национальная опера Республики Мариел. Юрий Зайцев поручил руководителю регионального Минкульта продолжать популяризацию национальных праздников. Кроме того, сотрудникам ведомства уже необходимо задуматься об организации и проведении торжественного закрытия Года культурного наследия народов России в нашей республике.